Что общего между учениками школы номер 43 города Владимира и 98-й гвардейско-воздушно-десантной дивизии? Проект «Губернаторский дневник». Он проходит второй год подряд. В этот раз долгожданный приз поездку в воинскую часть получили ученики 43-й школы. Здесь ребятам рассказали об истории 217-го полка, о жизни солдат и о том, что такое ВДВ. Десантные войска, они вообще по своему предназначению призваны парашютным способом быть доставленными на территорию противника или каким-то иным посадочным. И, соответственно, уже в тылу противника наносить вред коммуникациям, штабам, управлению, подрывать противника. Во время экскурсии по воинской части ребятам показали оружие, которое сегодня использует наша армия. Дали примерить костюм химической защиты и экипировку десантников, парашютную систему, защитный шлем и жилет. Сами рядовые говорят, носить на себе 20-килограммовый костюм несложно. Главное – удачно приземлиться. Единственное, что такие сложности возникают, это когда, допустим, приземляешься на воду. То есть нужно оставаться именно, так сказать, на качелях, именно в парашютной системе. И уже потом вместе с автоматом, уже с парашютом, выпрыгнуть из него, чтобы у вас в доме награло. Много интересного ждало ребят и за пределами здания. На территории части школьникам продемонстрировали, как работает дымовая шашка. А затем разрешили изучить боевые машины, что называется вдоль и поперек. От боя от желающих залезть внутрь военной техники не было. Больший интерес вызвало, как работает дымовая шашка, нам показали. Я этого еще не видел. Историю тоже нам рассказали. Мне понравилось. Ну, и в принципе, вообще все очень даже хорошо. Губернаторский дневник — это совместный проект журналистов Ковсомольской правды, компании «Генериум», администрации области и, конечно, 98-й гвардейской дивизии ВДВ. Суть акции такова. Тот в класс, в котором больше всего отличников, отправляется на экскурсию в воинскую часть. Причем мероприятие традиционно проходит в мае и приурочено к празднованию победы в Великой Отечественной войне. Так что эти ребята на протяжении полугода были лучшими среди школьников нашей области. Они сами узнали об этом конкурсе, они сами принесли газеты. И вот моя функция только заключалась в том, чтобы им выставить эти оценки, листочки. И они себя, каждый друг друга ориентировали на то, что пятерок должно быть больше, как можно больше. Экскурсия в воинскую часть — только часть заветного приза. В скором времени в рамках проекта ребят ждет чаепитие с губернатором Владимирской области. За чашечкой чая школьники смогут задать главе региона вопросы на интересующие их темы. Екатерина Зинурова, Дарья Тептилева, Максим Самсонов, Губерния 33.